Это видео снято в Западно-Казахстанской области. Туши краснокнижных сайгаков, найденных в русле канала старой оросительной системы, сваливают в одну кучу для утилизации. В перемешку с еще живыми особями. Очевидно, работникам этот процесс пришелся по душе. Столичный блогер Батр Сейкенов, опубликовавший скандальное видео, обратился к министру экологии с вопросом, насколько этично заживо хоронить уникальных и редких животных. Чиновники, которые отвечают за состояние природы, почему их не привлекают к ответственности? Ведь это их недоработка, их нежелание работать, их нежелание управлять этим животным миром. И они в первую очередь должны нести ответственность. В министерстве действительно отреагировали на опубликованное видео, но переложили ответственность на местных чиновников. Зафиксирован вопиющий факт на этот раз – это захоронение заживо сайгаков при утилизации мертвых тушь животных, погибших в Западно-Казахстанской области. Сбор и утилизация погибших животных проводилась экиматом Таусского сельского округа на нескольких участках. То, что произошло, крайне неприемлемо. Говоря о неприемлемости подобного обращения с краснокнижными животными, Министерство экологии тем временем создает новые поводы для критики. Ведомство разрешило провести фотосессию с детенышем все того же сайгака. По словам автора снимков Успана Али, животное ему дали якобы только на три минуты. Но казахстанцы не поверили словам фотографа. Три минуты? Вы уверены, что ваша модель в лице Альмира Турцина успела бы поменять три наряда за три минуты и еще при этом взять детеныша в руки и сфоткаться? Зачем врать? Скажите, что совершили оплошность. Всякое бывает. Все ведь люди. Подойдет ли теперь к детенышу мать или вы ради фотосессии загубили животное? Скорее всего, вы преследовали финансовую выгоду. Не более. Печально. Вы бессовестный человек и прикрываетесь высокими целями, а по сути занимаетесь самопиаром и идете по головам животных. После скандала в Министерстве экологии заявили, что поддерживают подобные проекты, но давать разрешение всем подряд не будут. В Казахстане сегодня не больше 350 тысяч голов краснокнижных сайгаков. Несмотря на запрет, браконьеры продолжают отстреливать животных из-за ценности их рогов. В январе 2019 года трое браконьеров в Карагандинской области застрелили егеря Ерлана Нургалеева, охранявшего по голове сайги. За громкое убийство троих злоумышленников приговорили к пожизненному сроку. Даурин Хайр, Гильдингонизат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан.